Теперь я главный редактор нашего нового медиаресурса. За этим 100% будет будущее. Почему? Почему про кони надо было покинуть? Мне стало скучно. Видно ли это? И да, и нет. Этот Эквимедиа мы делаем с КСК и ВАД России. Мы не сделали бы такой популярный ресурс без этой поддержки. А как ты вообще расцениваешь, оцениваешь конную журналистику в нашей стране? История Эквимедиа только начинается. Конные СМИ зарабатывают? Давай про деньги. Сейчас где-то улыбнется один полгустанта. Вроде я вообще идеальный кандидат на эту должность. Кто-нибудь за ней я. Сегодня мы с вами приехали в конно-спортивный комплекс ВИВАД Россия. И приехали мы в гости к Александре Маслаковой. А вот, кстати, и она. Лос-вот, как всегда, в тему. Ну, пойдем, покажешь, где теперь обитаешь. Юль, вот ты первое место. Тебе, наверное, покажется странным, но все конники, чтобы они не говорили, их любимое место, это вот здесь. Почему странно? Я сама конник, и со мной я буду поесть. Вот. И многие приезжают сюда, даже и просто. Ну, конечно, поесть в этом очень вкусном кафе. Кайскаеват Россия. Это вообще супер вкусно. Какой обзор вообще. Обзор я тебе сейчас тоже покажу на манеж. Это вообще с любимым видом. Здесь всегда сидим все. Надеюсь, мы здесь снова будем обедать, да? Да. И отсюда, конечно, можно посмотреть самые крупные турниры. Буквально пару дней назад здесь зашелся Кубок России по выездке. Значит, начинается шемпионат по паралимийской выездке. И очень много классных турниров, в том числе и по конкуру. Отличным видом. Панер и комедия, пожалуйста, можно уже тоже наблюдать. Очень классное место. Всем рекомендую, ребята. Пошли дальше. Покажи, где, собственно, лошади-то живут. Да, сейчас покажу. Так, следующая остановка у нас, это, конечно же, знаменитый манеж Кубок России. Вот это огромное, светлое, очень красивое место, где проходят и тренировки у всех спортсменов. И соревнования, и турниры, в том числе и очень крупные. Сейчас могут готовиться к усаднике к старту чемпионата России. По паралимийской выездке. Здесь уже собрались все участники из разных регионов. Но и также здесь всегда проходят самые экшен-зит. Готовятся и к чемпионатам России по конкуру тоже, и к самым большим клубным турнирам. Максимум мастер-стим, вообще любые турниры. Здесь усадники готовятся. Отсюда уже уезжают, чтобы показывать свои блестящие результаты всех крупных шпионатов России. Всегда легко узнать по большому количеству флагов на потолке. Здесь мы при выходе из манежа попадаем в галерею с фотографиями. И здесь запечатлены все самые памятные моменты всадников, которые стоят в Казахстане от России или которые здесь выступают. Здесь у нас галерея Атаян Тим в основном. Галерея Атаян Тим. Звучит-то как. Мы видим человека. Это, естественно, Ксения Хайрулина. Она здесь вообще ночует. Почти, да, конечно. Прямые эфиры, комедия и блог еще один. Этот человек вообще здесь днюю и днюю ночует. Вчера закончился Кубок России. Она выступила уже сегодня утром на работе. Это вот наши молодые спортсменки Кира Кокориной лошадки. Здесь кобыла Гоунац. Это у нас наша любительница Марины Кроновой. Очень быстрая и аккуратная кобылка. Это уже мои лошадки пошли. Это Оливия. Оливка. Вот. Ей 10 лет. Она бельгийская теплокровная. Только вернулась из мамочек, поэтому я вот с ней сейчас начинаю налаживать контакт. Там турнирный график у нас тоже с ней. Только она начинает строиться. Бомба-ракета. Вот это Арагорн. Тоже мой верный напарник. Рогож. Вот с ним мы ездили и в Ташкент, и в Киргизию. И в 150 тоже маршруты прыгали. И в 145. Он очень аккуратный, быстрый. И вот сейчас он стоит, кстати, на продажу. Поэтому я думаю, это будет очень хороший конь молодому спортсмену. Вот это моя звездочка. Только вернулся. Да, только вернулся вот с турнира. Он сейчас отдыхает, в попонке стоит. Магнитится. Это Флиппер Бой. Вот мой самый-самый основной. Он очень сильно любит камеры в кавычках. Вот это Боб Марли. Мерин 2013 года. Эстонский теплокровный. Вот тоже очень хороший конь. Очень аккуратный, техничный. Вот сейчас он на продаже. Будет супер лошадью тоже для молодого всадника, для любителей. Да, вообще для любого всадника. Потому что он универсальный и очень сильный конь. Вот, Боба. Чуть-чуть тут такой грязнуля, потому что повалялся уже. Дальше это уже конь Михаила молодой. А тут и сам Михаил ездит. Можно? Да. Вот это вот Михаил иногда. Как называется? Все ученики, которые провинились, приходят сюда и извиняются немножко. Здороваться обязательно. Вот Михаил Иванович, понял. На страже порядка. Вот так вот ставим его сюда. Немножко пугаюсь я каждый раз. Прохожу здесь мимо. Постой здесь стоит 49 тысяч. Именно в основной конюшне на гостевой, если честно, я точно не знаю. Ну, в районе 46-47 тысяч. Я считаю, это самая даже приемлемая цена среди московских клубов. Денег, постоянно опилки, сено, овес. Убирают конюха каждый день, там, несколько раз в день. Вот. Все остальное, это уже за дополнительную плату делают наши канаводы. Ксюша, мастер спорта по конкуру. Основная всадница в команде «Атайан Тим». И тоже работа здесь в КСК «Ават России», в том числе и коммерческих лошадей в «Амкорсус». Основная всадница из основной сборной России. Вот. И здесь, да, база в том числе и для всадников уровня сборной России. Вот кроме Ксюши, здесь еще тренируется в Манеже сейчас Михаил Атайан. Это старший тренер сборной России молодежной. И в его команде есть несколько всадников, которые входят в молодежную команду. И вот в основной сборной тоже. КСК «Ават России» является базой для многих хороших всадников по конкуру, и в том числе и по выездам по двум этим дисциплинам. Здесь это еще не самое оживленное, думаю, время. Тут обычно вообще на один квадратный метр очень много звезд. Скажи, пожалуйста, сюда можно прийти новичку обучаться? Вот это хороший вопрос. Здесь вообще, как у КсК «Ават России», как у комплекса, нет своих лошадей. То есть сюда можно прийти и обучаться уже у тренеров, которые работают здесь. Да, прийти к кому-то и желать еще со своей лошади. То есть, соответственно, проката здесь нет? Проката нет. Есть частные владельцы, есть тренеры, которые могут тренировать вас, но да, желательно либо со своей лошадью, либо... А где информацию найти? Вот я вообще ничего не знаю из конного мира, и я хочу тренироваться. Виват мне близок. Самым легким способом будет написать в социальные сети КсК «Ават России» с этого начать. И там они уже обязательно подскажут, направят тренеру по нужной дисциплине сориентироваться. Так, смотри, здесь теперь обитают у нас Эквимедиа. Это такая штаб-квартира Эквимедиа здесь, в КсК «Ават России». За окном Манеж, это супер-обзор. Я здесь сижу и работаю, отсюда уже комментирую, уже прямые трансляции КсК «Ават России». Здесь уже и интервью записывали, в том числе, кстати, и наше интервью мы здесь записали. Здесь вообще пока лучший мой обзор. Я отсюда вижу весь Виват, и отлично здесь работается вообще, мне все нравится. Ребята говорят, что здесь еще VIP-комната будет сдаваться под турниры, но я сказала только со мной. Без меня не подается. Так что только прямой эфир и комедия. Вот, такое еще место теперь есть. Очень круто. Мечта вообще многих. Даже не просто журналистов, а просто сидеть, работать с видом на лошаде. Круто. Я тебе завидую по-хорошему. Привет, меня зовут Юлия Жемчик, и это мой хорс-обзор. Сегодня мы с вами находимся в гостях в КСК «Виват Россия» у Александра Маслаковой. И недавно произошли определенные события. Собственно, это является нашим инфоповодом, почему мы здесь. И я хочу спросить уже Сашу. Саша, как тебя представить сейчас зрителям? Интересный вопрос. Я бы, естественно, начала с именем Александра Маслакова. И я все еще остаюсь полным журналистом, как бы я себя начала представлять. Плюс теперь я главный редактор нашего нового медиаресурса «Эквимедиа». «Эквимедиа» он называется. И вот я думаю, что с этого начать. Ты являешься уже полноправным и единственным владельцем «Эквимедиа»? Нет. И думаю, что к этому вопросу мы подробнее еще вернемся, когда начнем рассказывать про историю, как вообще он создавался, откуда появился. Я не единственный человек, который стоит за «Эквимедиа». У нас тут целая команда ребят, и я про них расскажу обязательно. Ты работала до этого с «Паракони». У тебя были другие «Эквимедиа» свои? Вообще расскажи, каково это создавать или выводить в топ, а потом по той или иной причине уходить. Обидно ли это? И да, и нет. И вообще надо сказать, что путь мой в конной журналистике начался даже не с «Паракони», а с «Эквимьюз». Был такой ресурс давно уже, 7 лет назад я его начала делать. «Эквимьюз» — это был конный сайт в Бельгии. И я знала владельцев этого сайта в Бельгии. Они решили сделать франшизу в России. Вот «Эквимьюз.ру». Это была франшиза, оказывается? Да, да, да. И они предложили мне его делать. На тот момент я вообще не думала про то, чтобы заниматься конной журналистикой. Я просто ездила, прыгала, вообще получала удовольствие и занималась только конным спортом. Насколько я знаю, ты была в нескольких странах в Европе, где-то пару-тройку лет обучалась, работала. И поэтому ты оттуда привезла. Я поясняю, почему Бельгия, собственно. Да, все правильно. Я сначала здесь, с детства до возраста молодого всадника тренировалась, выступала в России. Затем я уехала в Европу. Да, действительно, года три я там была. Стажировалась. Ты поехала туда именно набираться опыта, работать с европейской школой. Да, тренировалась. Потом уже работала там в качестве директора. В трех странах получилось. Бельгия, Германия и Голландия. Что вышло с «Эквимьюз» не так, что оно закончилось сотрудничество? Там какая история была. Мне предложили его вести. Я с радостью вообще согласилась. Как главредактор, да? Как главредактор. Как вообще. Как они предлагают? Просто делай сайт. Делай сайт. Делай ресурс. Да, и твори. Я по интуиции, это был мой первый сайт. Я вообще не в курсе была, как он работает, что там за админка такая. Вообще, как туда новости добавлять. Вообще не в курсе, как сейчас вообще любому человеку дать это, который не знает, как работает сайт. Вот так же. Ты охватилась за интересную идею? Нет, потому что у меня был перерыв в спортивной карьере. Не на ком вообще было прыгать. И я очень хотела остаться в фоноспорте. Как раз была в такой непонятной ситуации, что же делать дальше. И вот это было очень вовремя. Я его начала делать. Я делала его бесплатно. Никто мне не платил вообще. И не собирался. Поэтому это было очень интересно. Я была прям влюблена в это в какой-то момент. Это был мой самый... Если говорить, какой из четырех уже ресурсов он был по любви, это был «Эквиньюз». Я так горела. Я сначала его делала одна. Потом мы с одной девочкой еще продолжили это через какое-то время. Потом уже целая команда там была. В том числе и команда спортсменов потом набралась. То есть это так разрослось. И такую популярность приобрело, что, во-первых, я поняла, что в этом надо оставаться мне в коно-журналистике. До этого такого плана у меня не было. Во-вторых, я поняла, что да, это прям то, у чего есть будущее в коно-спорте. То, чего коно-спорта не хватает сейчас. Потому что люди почувствовали в этом потребность. И поэтому это стало таким популярным. Почему он закончился? Потому что это было бесплатно. В какой-то момент мне уже было 28 лет. Я поняла, что все замечательно, но как-то надо зарабатывать. Если ты не спортсмен, я раньше так получала зарплату, и у тебя нет никакой другой работы оплачиваемой, как-то надо думать. Либо другую работу не конную выбирать, что очень не хотелось. Опять же, кони сами себя не прокормят. Либо надо было вот это как-то монетизировать. И очень вовремя, как бывает, сейчас мы к этому вернёмся в моей жизни. Когда идёшь правильным путём, жизнь тебя сама выводит. Да, очень вовремя появилось руководство про кони, которые, насколько я сейчас помню, предложили мне работу в про кони.ру. Про кони.ру это такой сайт, который был моим следующим. Сколько ты там проработала? Эко-ньюз был два с половиной года, про кони был два года. Два года. Очень яркие два года. Почему ушла? Потому что очень вовремя случился следующий ресурс. Как тоже там такая история была, что работая в про кони, я попала в качестве представителя СМИ на онлайн-совещание Федерации конного спорта России и тогда ещё зарождающуюся Евразийской ассоциации конного спорта. На этом совещании я поняла, во-первых, что за Евразийской ассоциацией это было, чтобы вы понимали, в 19-м году. Когда только-только всё зарождалось, я поняла, что за этим 100% будет будущее в ближайшие 2-3 года. У тебя хорошая чуйка получается. Это сразу. Меня просто, знаешь, торкнуло. Тогда я поняла, так, всё, сейчас это будет. Прямо будущее за этим. 100% у меня никаких сомнений в этом не было. Как знаешь, в книгах или фильмах говорят, он прекрасно понимал. И я раньше думала, хорошо ему, я бы хотела бы тоже что-то прекрасно понимать. Знаешь, в жизни так не бывает. А тут я прям прекрасно поняла, что за Евразийская ассоциация. И это прям будет будущее. Ну вот, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. И они на этом совещании сказали, что им нужен пресс-секретарь Евразийской ассоциации. Вот, может, есть у вас такой человек? Они не к нам обращались, они там совещались и разрешили представителям СМИ тоже онлайн слушать это. Я думаю, типа, как лампочка зажгла. Знаешь, им нужен пресс-секретарь, я как раз хочу. И я начала сразу всем писать, кого я знала там в этом бюро. Возьмите меня, я могу, я хочу. И я так думаю, что я тогда уже довольна была так. Ну, они знали, кто я в конной сфере. И мне было даже странно, почему они меня следующие несколько месяцев не брали на работу. Я помню, что было несколько месяцев, когда я предложила. Какая-то была пауза, да? Мне сказали, что, да, хорошая идея, хорошая идея, мы подумаем. И пауза на несколько месяцев. Я даже уже начала подзабывать про это в какой-то момент. Но я думаю, ну, странно, вроде я вообще идеальный кандидат на эту должность. Кто-нибудь, а не я. И потом получилось, что меня взяли, но получается с небольшим условием, что я должна сменить про кони на другой ресурс. Какой? Какой? Там тоже был вопрос. То есть мне просто сказали, что я должна уйти из про кони тогда. Я должна уйти из про кони, чтобы быть предсекретарем Евразийской ассоциации. И я на тот момент была уверена, что склонность журналистикой и на этом я заканчиваю. Ну и ничего, это даже интереснее. Почему? Почему про кони надо было покинуть? Там какие-то были, я уже сейчас не вспомню, правда? Я не то, что это скрываю. Какие-то внутренние моменты? В бюро, там что-то, федерация или евразийская ассоциация, что-то им там не нравилось. Или про кони на тот момент какую-то политику ввел, которая мне нравилась. Я уже не помню сейчас. Но вот это было условие, это я точно запомнила. И я думала, что склонность журналистикой у меня все, у меня не получится так дальше делать еще одно, такое популярное 100%. Я думала, про кони это мой пик вообще. Ну, вы, наверное, помните, что это было очень популярно. У нас были все там... Все сидели на форуме, все все читали. Да, и во-первых, во-вторых, это были всякие там истории, которые развивались через про кони. Я думала, что все, я сделала в кону журналистике. Что могла, что не могла, все это вот. Смотрелась выйти на пенсию рано. И я думала, ну теперь я буду заниматься евразийской ассоциацией, это прям суперинтересно. Потом мы продолжили разговаривать уже с Николаем Николаевичем Арестом, который входил... Это владелец КСК Максима Стейблс. Да, который входил и в бюро евразийской ассоциации, и также... И сейчас ходит. Да, и до сих пор ходит. Он выйдет президентом евразийской ассоциации. И мы с ним начали переговоры. Он сказал, что есть еще вот хорс-эксперт. Он тогда существовал только в формате онлайн-журнала на сайте Максима Квейспорт. Был такой вот мини-проект, который шел, но совсем понятно, куда. И мы начали развивать дальше эти две разговоры, и появилась, окончательно родилась идея сделать сайты, сделать соцсети отдельные. И вот сделал такой отдельный проект хорс-эксперт. И я бы его ввела, и вот на этом... С этого началась вот эта история. Сколько ты работала с хорс-экспертом? Три года ровно. Чем ты гордишься больше всего за эти годы? Вообще, я очень горжусь, что у нас с командой впервые получилось сделать проект свой, который начался с нуля, и сделать его на несколько стран. То есть он получился у нас на этот раз международным. Это первый раз, когда мне удалось сделать это самой, вообще с нуля. Я сейчас вернусь к тому, кому я благодарна за помощь, и с кем мы это делали, и все такое. Но я имею в виду, что проект, он не существовал до меня практически. То есть сайта не было, соцсетей не было. Вообще хорс-эксперт не был известен за пределами России уж точно. Подтверждаю. Я тоже узнала о хорс-эксперте только благодаря уже работе с АШ. Ну и команда, понятно. Команда обязательно. Мне очень нравится, что ты ценишь команду, с которой ты работаешь. Ты каждый раз, и это не только я, у нас есть команда. Да, но без них это вообще невозможно. Один человек не может это сделать. Это очень приятно слышать такие слова. Вот, и да, это то, чем в первую очередь я горжусь, что у нас получилось сделать его таким большим и таким всеобъявляющим, чтобы все его узнали в странах Евразии, в том числе все его знают. Хорс-эксперты сейчас все знают в странах Евразии. Нет такого всадника, который бы его не знал. Второе, это то, что нам удалось объединить снова, уже в третий раз, сообщество людей, которые, как я думаю, с таким правильным пониманием конного спорта, которые горят конным спортом, они любят лошадей, знают, как делать конный спорт. Они профессионалы, и они все еще раз собираются на ресурс, который мы делаем, делятся своим опытом, берут информацию с этого ресурса. То есть он опять полезен, опять для той же самой моей аудитории, которую мы собираем уже в третий раз. И мне очень нравится, что мы с этой аудиторией взаимодействуем, и у них что-то берем, и им что-то даем. Это наше такое конное сообщество. И я очень горжусь, что мы его уже в третий раз реинкарнировали, так сказать, и вот создали снова вот эту нашу аудиторию, в которой внутри мы развиваем конный спорт, делаем что-то полезное для конного сообщества. Ты сейчас говоришь о Хорс Эксперте или уже о Бэк Медиа? Пока что да, пока что да. У тебя очень теплые отзывы и теплые воспоминания. Вы по-доброму расстались? Да, сто процентов, да, конечно. Почему вы расстались? Все дело в том, что Хорс Эксперт, как вы знаете, он находится в группе компании Maximum eSport. Maximum eSport – это огромная компания, такая машина целая по работе в том числе и со СМИ. И Maximum Stables – это огромный, самый большой клуб, конный клуб в Европе, самый большой, самый классный, в котором проходят все самые крупные и значимые конноспортивные события. Естественно, если ты находишься в группе компании Maximum, ты участвуешь не только в том, что ты делаешь в СМИ и освещаешь эти события, но также ты участвуешь в организации этих событий. У тебя есть обязанности и внутри комплекса, и по организации мероприятий, и по их освещению. Ты живешь этой жизнью, получается. Да, ты внутри там. Я считаю, что Maximum eSport и Maximum Stables – это сейчас самая слаженная, самая профессиональная команда в конноспорте не только в России, но и вообще чуть ли не в Европе, и во всей Азии, это точно. Это команда, которая топ-профессионал просто. Вот им любое турнир и мероприятие провести, они его проведут вообще без всяких проблем. Это абсолютный топ сейчас, класс в конноспорте. И есть обратная сторона этого. Если ты находишься внутри этой машины, ты должна четко выполнять свои обязанности, которые у тебя есть, и ты только их выполняешь. То есть если работники Maximum eSport будут приходить на работу и думать каждый день, чем бы мне сегодня заняться, не надо ли мне как-то развиться в творческом плане или что-то там придумать, это вообще не будет работать. То есть каждый человек, который приходит, он знает четко, что он должен делать, он это делает. И это вот такой вот конвейер-механизм. Ты, если в него попадаешь, ты очень четко знаешь, что тебе надо делать каждый день вообще в неделю. И это никогда не прекращается. То есть каждую неделю Maximum проходят какие-то мероприятия, побольше, поменьше. Это именно поэтому так хорошо работает, что все люди там, это вот винтик в механизме. Очень хорошо отлажены. Но и все-таки. И вот поэтому в какой-то момент я поняла, что третий год уже Хортэксперт, я поняла, что если будет четвертый год, то он будет повторить полностью третий год. Ничего нового не будет. Мы шли и шли вверх. Мы делали Хортэксперт, сайт, соцсети, мы развелись на Евразии, мы сделали премию, одну, вторую, третью. И перед четвертым годом я поняла, что все, что мы можем сейчас еще сделать, это повторить третий год, как он был. Тебе стало скучно? Мы не будем развиваться дальше. И в этом плане, да, мне стало скучно. Я поняла, что дальше. Это, знаешь, перед тем, как мне стало скучно. Я поняла, что дальше мы ничего нового я больше не сделаю, мы никуда больше не разобьемся. Это только повторить так же. И на этом моменте я понимаю, что мне надо уйти, просто я не тот человек, который максимум нужен в данный момент. Это было твое решение? Да, сто процентов это было мое решение. Я поняла, что, чтобы мне вообще подумать, чем я хочу заниматься дальше, что я хочу, мне надо выйти из этой машины, потому что ты практически, да, три года практически только этим жила. Вообще не было даже времени посмотреть, куда-то просто вздохнуть, знаешь, и посмотреть по сторонам. Но я уже внутри себя понимала, что я хочу, например, развиваться на всю Азию. Сейчас я к этому вернусь подробнее. У меня есть еще один проект по продаже лошадей, вампхорсис, который развивается сейчас очень хорошо, и я хочу его продолжать. Плюс я хочу некоторые вещи делать немножко по-другому, например, с какой-то другой стороны посмотреть. То есть я такой, как главный редактор, со своим мнением, как надо освещать те и другие мероприятия. Это даже не связано ни с каким политическим вопросом, ни с каким-то общим видением конного спорта. У нас оно, кстати, с Николаем Николаевичем во многом совпадает. То есть я бы не смогла работать там, если бы мы по большинству вопросов не совпадали. Но это связано с тем, что мне хотелось все время как-то вздохнуть, как-то, знаешь, и немножко там посвободнее быть, чтобы делать какие-то еще проекты, чтобы больше привнести вообще в конный спорт. Для того, чтобы это сделать, мне нужно было просто соскочить, знаешь, с этой машины. Иначе это конвейер, он никогда не прекращается. Сегодня то, завтра другое. На этой неделе одни соревнования, на другой неделе другие. Я даже ушла до финала Максима Мастер Тим, моей любимой серии, потому что я поняла, что если я сейчас не уйду, то дальше еще Кубок России, а дальше уже летний сезон, и я никогда не уйду просто. Я никогда не закончу. Так что, да, это основная причина в том, что начала понимать к определенному возрасту и считать, что я еще успею сделать вообще в своей жизни в конной журналистике. И когда я перечислила внутри своей головы, какие направления я хотела бы еще охватить и что сделать, я поняла, что это надо делать отдельно. То есть надо соскочить из этого конвейера, из Максима уйти и делать отдельно. Опять ты, получается, уходишь на пике? Получается, надеюсь, что да. Это так со стороны виднее. Я так внутри не могу сказать, но думаю, да, что Хорс СПЕР было, конечно, очень успешным проектом. И здесь, не знаю, ты спросишь про это или нет, я хотела обязательно остановиться на том, что он не был бы возможен абсолютно точно без Максима Квиспорта, без Николая Николаевича Аристова. Большое им спасибо за это и за те возможности, которые у нас были благодаря этому человеку, этой компании. Мы не сделали бы такой популярный ресурс без этой поддержки. Это 100% надо остановиться. Почему бы это значит? И финансовая сторона тоже. Конечно. Ты создаешь свой, получается, уже медиа, свой информационный портал Эквимеди. Сейчас ты не одна владелец, как ты уже сказала, а кто еще с тобой? Смотри, да, дальше там история была такая, что для того, чтобы вообще решить, что мне делать дальше, я уже сказала, мне надо было как бы выйти из этой системы, чтобы никого не подводить, а просто спокойно какое-то время подумать. Какое-то время получилось очень коротким временем. Какое? Потому что там буквально несколько дней, неделя прошла. Если идея зрела давно, то... Я отдохну какое-то время, думаю, может, пару месяцев, два дня я отдохнула. Сильно. И дальше... Сначала я думала, что это будет мой собственный ресурс. Меня папа очень сильно поддержал в этом вопросе, сказал, что есть возможность финансово поддержать, у меня будет свой ресурс, и я смогу его развивать, как мне будет удобно. И с этой идеей я ушла из максимума. Дальше поступали всякие разные предложения, естественно, когда все начали узнавать, что я ушла из максимума. Некоторые люди говорили мне, что у них тоже была идея давно создать медиаресурс, и как раз вот они хотели бы поработать. И я с некоторыми из них поговорила. И в итоге остановилась на том, что ресурс, этот Эквимедиа, мы делаем с КСК ВИВАД России. Ирина Максимова, Александра Сидоренко, мне показалось их предложение, их позиция. Да, тут они за кадром у нас немножко. Мы потом покажем отдельно. Их видение вообще конноспорта, их позиция по многим вопросам, то, что они хотели бы видеть в медиаресурсе, мне подходит, мы разделяем очень многие тоже. То есть они были одними из тех, кто предложил тебе сотрудничество, работу вместе, и ты просто их выбрала. Да. Хочу сразу пояснить, не значит, что мы теперь будем, как Хорс эксперт был на базе Максима, и там в основном стал про Максим, что мы будем только писать про ВИВАД. Одно из тех идей, которые мы разделяем, является то, что у СМИ не должно быть никакой цензуры, никакого ограничения по освещению. Я считаю, что только с этим условием СМИ может развиваться. Если ты начинаешь ставить условия, даже чуть-чуть, мы про то пишем, про то не пишем, СМИ птичайно начинает затухать и терять популярность. Это просто неинтересно. Чтобы проект СМИ развивался, у него должны быть полностью открыты рамки по освещению и по общению с разными людьми, по мнению, по спикерам. Все полностью открыто, и так оно и есть, так оно и будет. Эка медиа будет освещать всех. Даже тех, с кем я, например, не согласна или мы согласны, это не будет никак влиять на количество эфирного времени. Это отличается от того, что было в Force Expert? Это немного отличается от того, что было в Force Expert. А ты не боишься попасть в ту же ситуацию, когда все те же самые моменты, все то же самое, опять ты не одна, опять ты с кем-то должна что-то согласовывать? Нет, потому что это было говорено заранее. И я думаю, что в этом плане мне с ребятами будет проще договориться. Если ты приходишь полностью на счет инвестирования, и ты заранее знаешь, что ты в группе компании такой-то и в каком-то комплексе, тебе заранее понятны правила игры и условия, в котором ты будешь работать. И я на такие условия на Force Expert согласилась. Здесь другие условия, другие вещи, о которых мы договорились изначально, и я верю и знаю, что они будут соблюдены. Плюс я думаю, что здесь будет еще возможность развиваться не только на Россию, но и на Азию. Будет еще больше событий и конноспортивных мероприятий, которые мы будем писать, освещать, что будет нам всем выгодно, и я думаю, что здесь у нас не будет противоречий. Ты считаешь, что и медиа конкурентом к Force Expert? Знаете, я думаю, что та искусственная конкуренция, которая создается между СМИ, конными, особенно в России, она с одной стороны помогает развитию, потому что понятно, что мы все стараемся лучше работать, если мы гоняемся за каким-то просмотром. Здоровая конкуренция, никогда еще никому не мешала. Никому не мешала, да. С другой стороны, я думаю, и я прекрасно понимаю, что мы все занимаемся одним и тем же делом. Чем будет лучше работать с Force Expert, от этого я выиграю тоже, потому что конный спорт будет развиваться, лучше освещаться, и в итоге, чем мы больше конкурируем, гоняемся друг за другом, тем лучше освещены все мероприятия в России. Так что я к этой конкуренции, она есть, сейчас главным редактором Force Expert стала Аня Мельникова. Какие у вас с ней сейчас отношения? Вы как-то коммуницируете по каким-то рабочим моментам? То есть у вас сохранились тоже рабочие моменты, и ты как представитель Эквамедиа, она как Force Expert, можете где-то сойтись и вместе поработать, да? Да, и мы уже это делаем даже. Я хочу сказать, что у нас ситуация похожа на ситуацию спортсменов. Если они на боевом поле конкурируют, они в обычной жизни очень дружат и хорошо общаются, и чем больше даже они конкурируют где-то на боевом поле, тем обычно лучше они общаются в жизни. И я думаю, что у нас с Аней сто процентов так, у нас отличные отношения с ней были и остаются. И я думаю, что так и должно быть. Знаешь, Эквамедиа, это в своем роду тоже спорт, такой заменитель спорта. У вас свои просто немножко соревнования, но это похоже. И я думаю, что это даже веселее так. Здесь только конкурировали, дальше обсудили, это такое свое сообщество немножко, но оно со здоровой конкуренцией. Тут нет никакой вообще токсичности наших отношений. Побольше бы таких расставаний в конном мире. В чем будет отличие, по твоему мнению, от работы в Максиме и работы с Хорсэкспертом сейчас, работа в Вивате и работа с Эквамеди? Я думаю, первое, чем это будет отличаться, это свобода в принятии решений. Здесь у меня дана полная свобода по тому, что именно и где я буду освещать. География ресурсов будет тоже теперь расширена. Если Хорсэксперт работал на Россию и Евразию, здесь мне хочется взять теперь еще всю Азию. Я познакомилась и буду пристальнее следить за Азиатской Федерацией иконного спорта и за турнирами, которые проходят сейчас в Азии. Это более широкая группа стран. Там входят туда арабские страны, Китай, Япония, Корея, очень много стран. Я думаю, они бешеный потенциал. Это 60% населения Земли, если что. И они сейчас впервые встретились и договорились о каких-то своих внутренних правилах игры, о своих турнирах. Они взяли курс на развитие, на повышение уровня своих соревнований, у них будет внутренняя своя олимпийская квалификация. Я думаю, это очень интересно для нас, как для России тоже, но и для ресурсов иконного. Я думаю, что это наша будет амбициозная цель стать первым ресурсом теперь в Азии по иконному спорту. Я знаю, что ты ездила в командировку уже как в Эквимеде, и именно там ты и была. Да, совершенно верно. Первый раз, кстати, я познакомилась с Азиатской Федерацией иконного спорта и с этим сообществом в командировке от Хорс Эксперт, за что тоже большое спасибо. Я съездила на Азиатские игры в Китай, это был очень интересный экспириенс вообще. Я первый раз это увидела своими глазами, то, насколько конный спорт развит тоже в Азии, насколько интерес к этому конному спорту присутствует у первых лиц Федерации, Азиатских Федераций, и у руководства Азиатской Федерации в целом как структуры, как организации. Как я уже сказала, там сейчас в эту Федерацию включены арабские страны, такие как Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Китай, где все проходило, и он тоже очень большой роль играет в Азиатской Федерации, Южная Корея, то еще Япония, где пройдут следующие Азиатские игры. Это очень большая группа очень развитых стран. Индия, которая выиграла Азиатские игры по выездке, кстати. Очень интересно. И я там впервые познакомилась с руководством сейчас недавно я была уже в командировке от Эквимедиа в Ташкенте, там, где проходила Генеральная Ассамблея Азиатской Федерации Конов Спорта. Кстати, большой мой комплимент Узбекской Федерации Конов Спорта, которая провела эту ассамблею на топ-уровне просто. Это было супермероприятие, оно меня впечатлило очень. И не только меня, но еще и руководство Азиатской Федерации, которые сказали, что это было за всю историю Федерации самое лучшее, самая масштабная вообще ассамблея. И небольшой инсайт есть, что они сами удивились руководству Азиатской Федерации, что им вообще удалось всем приехать и договориться друг с другом. Как вы понимаете, это очень разные страны и очень разные люди. Разный нейтритет. Да, все, они абсолютно разные. Это, не знаю, Южная Азия, это вот Арабские, это вот вся Азия, которую можно себе представить, они все свежались вместе, каждый раз пробуют договориться, у них не получалось долгое время. Они даже хотели расходиться. Был такой момент, когда они хотели распускать Азиатскую Федерацию, но сейчас тот момент, когда им удалось встретиться вместе, обо всем договориться, и они сами, если честно, в шоке от этого. Но тем интереснее. Дальше, я думаю, что их ждет просто вертикальный взлет, и с ними сейчас все хотят работать, и Европа, и США, все пытаются работать с Азией, и я думаю, что это то направление, которое сейчас будет в топе в ближайшие несколько лет, это будет прям основное направление. Как всегда твоя чуйка. Надеюсь, что не обманят. Я думаю, что не обманят. Не могу тебя не спросить о конных СМИ в других странах, в той же Европе. Есть ли кто-то, на кого ты ориентируешься? Интересный вопрос. Знаешь, пока ты не спросила, я не думала никогда, что я кого-то копирую или кого-то считаю своим ориентиром. Но если начать задумываться, то, наверное, это World of Showjumping, есть такой сайт, он делается тремя девушками. Они отмечали не так давно свой 10-летний юбилей. Какая страна? Слушай, они одна из Синляндии, я точно помню. Ты что, тоже международный проект? Да, да, да. Я так понимаю, что да. Они три из смежных стран. Он делается про европейский и американский конкурс. Во-первых, он только про конкурс. Во-вторых, обычно это Европа и Америка. И мне очень импонирует то, как они работают. Во-первых, в конных СМИ успешных всегда есть что-то, знаешь, вот какая-то дополнительная такая магия, которая делает проект успешным. Это не всегда получается даже в двух словах объяснить. Ты же не сможешь так сразу объяснить, вот из наших там у нас есть пять сайтов, почему один читает и другой нет. Это всегда вот это что-то, знаешь, вот эта вот искорка, которая людей привлекает, которые смотрят на сайт и думают, о, вот здесь прям понятно написано, хорошо, это как мы говорим. А есть тексты, которые ты видишь сразу, ну как-то не так, или не конники писали, или люди, которые не очень понимают. Что-то такое, чего не хватает, да? У них это все прям на очень хорошем уровне. Они, во-первых, чувствуют, как писать про конный спорт, они там изнутри, они знают, какая тема сейчас важна, какая нет, кого и в какой момент о чем спросить. Вот то, как они работают, как они подбирают информацию и как они собирают свою аудиторию, с какой страстью они вообще рассказывают про спортивные события. Это все, мне кажется, что это уровень, на который надо равняться. Они пишут статьи, берут интервью, да? Да, да. Мы потом напишем, как называется, кому будет интересно, сможете ознакомиться. А еще? Да, и в общем-то, я думаю, все остальные я читаю с информационной точки зрения, но то вот эта вот душа, знаешь, которая есть в сайте, которая есть в СМИ, я это думаю, что у них все-таки я взяла как идею. Да, научилась этому. Хотя я до этого момента это не понимала. То есть я просто смотрю разные сайты и какие-то идеи там беру. Такие, знаешь, не копирование идей именно форматов статей, а вот что-то такое, что мне видится в сайте. Что-то цепляешь и переделываешь под себя. Да, что-то нам тоже адаптировать такое. И вот у них, я думаю, я взяла вот это, то, что они с душой, знаешь, вот прям со страстью, с любовью рассказывают про конный спорт и про конный спортивный событий. Тебе это очень близко. Да, да, да. И я думаю, что это у нас с ними схоже. А как ты вообще расцениваешь, оцениваешь конную журналистику в нашей стране? Я знаю, что той же Максимы была политика, что надо привлекать журналистов либо конных, либо растить своих, либо переманивать журналистов из других изданий в конную тему. Я думаю спросить, чего нам сейчас не хватает конной журналистики в России? Нам не хватает журналистов просто конных. Нас их не вообще не нужно. Это вопрос вообще не ко мне. Ко мне как взяться? У меня есть такая теория своя, как они должны у нас появиться? Я думаю, что, во-первых, в конной журналистике за 7 лет, в которой я в ней нахожусь, не знаю, это много или мало, но вот 7 лет я уже работаю, и у нас изменилось вообще там многое. У нас турниры поменялись, у нас там некоторые спортсмены там сменились, поколение конников уже новое пришло, которое прыгает в гран-при. Какие-то новые турниры, спонсоры не изменилось, только вот количество конных журналистов, которых я все знаю, вот так наперечет. Те, которые постоянно, профессионально работают в конных спорте. Я появилась за эти 7 лет. Ты, слава богу, что появилась, да? Больше там, ну вот я не знаю, человек 5 могу сказать новых, и то, я думаю, с запасами я взяла, которые за эти 7 лет появились и рассказывают про конный спорт. Их очень мало. Я думаю, это большая проблема. Я говорю об этом на полном серьезе, что это большая проблема, что у нас нет людей, которые именно специализируются на конной журналистике. Никто, как я уже сказала, со страстью, с любовью, и с каким-то пониманием вообще вещей не расскажет о конной журналистике, кроме людей, которые на этом специализируются, которые именно рассказывают про конный спорт. Сами конники, да? Это большой урон для дисциплины, потому что только люди, которые разбираются в конном спорте, могут рассказать о нем так, чтобы все в него влюбились, а это то, чем я имею в виду. То есть отсюда мой следующий вопрос. Получается, что все-таки взрастить конного журналиста из среды конников гораздо проще, чем обучить стороннего человека конной журналистики, да? Так думаешь? Я думаю, да. И я думаю, что так как конная журналистика, это такой момент, знаешь, что если ты очень хороший конный журналист, ты, грубо говоря, много лет живешь жизнью других людей. Одна из вещей, которая отличает хорошего журналиста и хорошего конный сайта других, это то, что ты переживаешь эмоции других людей, ты про них рассказываешь. И бачи. Глазами, да, других людей. То есть ты живешь их успехами, их поражениями, их все через себя пропускаешь. И это очень сложно несколько лет, много лет жить жизнью других людей. У них есть победы, поражения, а это на самом деле же не твоя жизнь. То есть ты много лет живешь жизнью других людей, и это прямо тяжело. Я думаю, что это одна из причин того, почему люди и молодые ребята уходят из этого. Потому что они в конце концов рано или поздно понимают, что это на самом деле не их жизнь идет. То есть они как будто уже несколько раз там выиграли, да, чемпионаты России. Вот так они переживают, как свое. То есть они где-то проиграли, какие-то Кубки нации прошли. Они как бы с ними, но как бы нет. То есть они за пределами, это не их жизнь на самом деле. А они этому посвящают все свое время. Это тяжело. И я думаю, что чтобы вот эту проблему преодолеть, у конных журналистов должны быть свои победы и поражения, свои награды. Я точно знаю, прям я это буду пробивать, пробивать вообще, что у них должны быть свои номинации, конных журналистов на премии, например, в КСР Awards, чтобы у них были свои герои, чтобы они шли к какой-то своей вершине, знаешь. Иначе это жизнь, которая проходит мимо. Их жизнь личная, своя, она проходит вообще... Ну все-таки они должны быть конниками. Они должны быть конниками. Я думаю, это проще научить конника писать о конных спорта, чем вообще рассказать с нуля человеку о том, что такое конных спорта. Это практически невозможно. Должны быть конниками, но и также они должны, должна быть выстроена система и подготовки, и поощрения конных журналистов. Иначе так и будет. Они будут приходить-уходить, приходить-уходить. Так у нас и будет 5 человек и там 3 сайта, которые пишут про конный спорт. Ничего не изменится, пока мы для них не выстроим вот эту систему поощрения и своих личных наград, которые они будут собирать, копить. У них там свои герои должны быть какие-то. Как ты думаешь, конные медиа вообще могут потом выйти за пределы конюшен и писать где-то статьи, журналы в других СМИ? Или мы все время будем писать сами про себя и жить своим маленьким миром? Если имеется в виду то, интересны ли могут быть конные журналы для неконной аудитории, то если задаться целью, можно так сделать, что они будут интересны. Единственное, там есть определенные инструменты, как собирать аудиторию. Если ты хочешь выйти за пределы этой аудитории, ты начинаешь писать и брать форматы и темы, которые интересны более широкому кругу аудитории или другой какой-то, то есть подключать ее. Чем разнокалибернее аудитория, многограннее, тем тебе, естественно, сложнее собирать и удерживать ее. Если задаться целью, то возможно. Но сейчас, например, в мои планы это не входит. Я скорее стараюсь сейчас, что уже достаточно сложно, собрать у себя аудиторию с разным менталитетом, вот этим азиатским. Я уже даже попробовала это сделать на эквимедии, и я уже понимаю фронт работы, как это будет тяжело. То есть для них надо... Людей в разных странах интересуют разные немножко вещи, они по-разному смотрят, как он и спорт, у них разные проблемы, задачи. Если ты даже мульти такой... Много стран, много стран собираешь, очень многонациональную аудиторию у себя, это уже достаточно сложно, и это уже достаточное количество аудиторий. Я думаю, разбрасываться совсем на разное, на разные виды спорта, на разные темы, так уж не надо. Но если задаться целью, все возможно. То есть если вы хотите, вы можете сделать сайт, который охватит еще больше аудитории, не включая конно. Единственное, надо понимать, что это сложно, и надо понимать, как это делать. Но, по-моему, еще никому это не удалось. Это просто... Ну, такой целью не стоит. Если задать такую цель и определенные ресурсы для этого используют, то все возможно. Просто надо понимать, как это делать, и все. Я знаю, как это делать, но это не является целью. Я думаю, что это не зачем сейчас. Расскажи, пожалуйста, про свою команду. Ты нанимаешь людей, к тебе можно прийти поработать в твоем эквимеде? Да, хороший вопрос. Сейчас на стыке сайтов, так сказать, всегда есть момент, когда команда немножко обновляется. Кто-то как раз в какой-то период такой заканчивается, когда он хотел бы поработать с конно-журналистикой, кто-то расстается с командой. Так что сейчас на стыке сайтов, когда только-только начинается эквимедия, я полностью открыта для ребят, которые хотели бы поработать в конно-журналистике. Ребята, если или давно хотели бы, или сомневаетесь, не знаете, стоит ли вам попробовать, себе в конно-журналистике, но вам кажется это интересным, есть уникальная возможность поработать, попробовать себя в ресурсе, который только-только зарождается. Эта история комедия только начинается, и мы рады вам, я рада вам, приходите, мы попробуем сделать что-то вместе. Видео, репортер, текстовый автор, вообще все, что хотите, за деньги, все отлично, приходите, мы поработаем. Я думаю, что тоже одно из таких главных качеств, которое должно быть у главного редактора, это уметь определять ребятам, у которых глаза горят, знаешь, вот это качество, которому нельзя научить. Если они приходят и прям хотят научиться, и хотят работать, это видно, я это вижу, и такие ребята обычно остаются на долгие годы. Эти качества ты никогда не купишь, не за любую зарплату, никакую зарплату, только-только вот изнутри, чем-то цеплять другим. Но я как и по себе, знаешь, я с одинаковым рвением работала бесплатно и также с таким же рвением работаю за деньги, это вообще никак не влияет на меня. Конные СМИ зарабатывают, давай про деньги. Давай про деньги. Конные СМИ, вообще, хороший вопрос, потому что сейчас, как я уже сказала, у меня было много предложений на стыке вот этих вот двух проектов, инвесторы приходили, и в основном люди, особенно, как раз, которые не связаны изначально с конным спортом, которые только-только начинают знакомиться с конным спортом, нет такого понимания, как все работает, они приходят с целью заработать именно на СМИ, на конном СМИ. И с такими инвесторами я не договорилась, потому что думаю, что, мой опыт, я только рассказываю, может, у кого-то получилось, что конные СМИ не могут зарабатывать сами по себе. Конные СМИ, успешный проект, конного СМИ может выйти на самоокупаемость. Сейчас где-то улыбнется один колоком станка, но я объясню, что я имею в виду. Если конные СМИ ставят две задачи, одна из которых стать самым популярным ресурсом, например, по Евразии или Азии, на большую аудиторию, а другая зарабатывает, одна из этих задач выполняется плохо. Это прям точно. Если моя основная задача стать очень популярным ресурсом, значит, у меня не должно быть очень много рекламы внутри СМИ. Если мы ставим задачу, чтобы СМИ окупалось, да, это возможно, но чтобы зарабатывать, нужен какой-то смежный бизнес, который выигрывает от того, что СМИ находится с ним в одной группе компаний. Это если простую схему самую рассматривать и разрабатывать. Так у меня работало, так я работаю всегда. Так что такая схема. Как зарабатывать конные СМИ, они зарабатывают второму бизнесу или третьему, который в этой группе компании. содержат, да? И да, и нет. То есть они содержат, но потому, что этот проект СМИ помогает их бизнесу. Соответственно, мы уже считали, я предсчитывала, делала бизнес-план. Эти деньги, которые тратятся на СМИ в итоге, окупаются за счет того положительного влияния СМИ, которое оказывает на совместский бизнес. А журнал будет? Будет. Тоже ежеквартальный? Мы планируем сейчас выпускать его раз в два месяца. Первый раз он должен выйти в мае, но если он не выйдет, мы этого решим. Уже известен, кто будет на обложке? Нет, кстати, пока неизвестно, кто будет на обложке. Я пока выбираю. Есть несколько прецедентов. Обсудим. Список открыт. Да, если что. Саша, расскажи, как вообще выставлена так работа, что ты умудряешься оперативно узнавать новости и о них писать? Ну как, во-первых, ты долго устраиваешь с годами систему людей, через которых ты узнаешь информацию, инсайдера, так сказать. Это часть работы главного редактора, со всеми общаться и все обо всех знать. Плюс ты еще немножко уже учишься предугадывать, откуда какая новость у тебя должна прийти. И ты наперед спрашиваешь, договариваешься с людьми, чтобы тебе рассказали эту информацию, как сегодня ты наблюдал, например, у нас это делалось очередной такой эксклюзив. Эксклюзив готовился. И заранее ты общаешься с людьми, настраиваешь и налаживаешь отношения с ними так, чтобы тебе хотелось рассказать свои новости, все самую важную информацию. Но я могу сказать, что мы не зачем, не именно для этого я с ними наложу отношения, а просто я общаюсь со всеми ходниками, и я действительно переживаю за то, что у них происходит в жизни. И поэтому так получается, что им удобнее, приятнее мне рассказать все новости с первых рук. А если вдруг нет, то я их сама об этом спрашиваю. А вот ты сейчас сказала, что к тебе можно прийти работать в команду Эквимедиа. А кто-то с тобой из Хорс Эксперта перешел? Да, все на самом деле. Я каждого из команды Хорс Эксперта спросила лично, хотели бы они остаться или хотели бы они уйти со мной. И каждый из них, все они сказали, что хотели бы перейти в проект, который тогда даже еще не имел названия. Чему я, опять же, очень благодарна и рада. Я считаю, что без команды это все сделать невозможно. Абсолютно. Как ты думаешь, почему они сделали такой выбор? Я думаю, что у нас есть что-то такое в команде, что нас отличает от других ресурсов. Я думаю также, что это очень сложно повторить. Когда они понимают, что они стоят у истоков зарождающегося чего-то нового, такого большого и значимого, это придает им дополнительную тоже мотивацию в работе. Саша, ты мне за кадром говорила, что иногда ты помогаешь людям, проектам, а они сами об этом даже не знают и не догадываются. Приведи пример, если это, конечно, возможно. И о чем вообще речь? Смотри, так бывает, что я, когда работаю, мы освещаем события и также обращаем внимание людей на одни или те вещи, на одни или другие бренды. И я считаю частью своей работы вообще то, что я обращаю внимание людей на хорошие вещи, на правильных людей, так как я это понимаю, с таким правильным пониманием конного спорта, я необязательно об этом рассказываю, вообще как-то договариваюсь даже с ними на тему того, что я их получше освещу, что я расскажу о них или упоминать буду лишний раз. Но мне нравится помогать вот так вот как бы за кулисами из-за кадра. Быть доброй феей. Да, да. Немножко, да. Помогать им развиваться и обращать внимание людей на вот, да, на правильные какие-то там или поступки или бренды или каких-то людей. Я это делаю осознанно. И практически никогда я им об этом не говорю специально. Не говорю, что вы заметили, что мы у вас там как-то, знаешь, А вы помните, я вам сказала. Я так никогда не делаю, но я считаю частью своей работы вот эту деятельность тоже. То есть я сами об этом не знают. Я даже иногда выстраиваю какую-то такую стратегию продвижения кого-то там какого-то человека или бренда. Такое тоже бывает. Это вот часть моей такой миссии, знаешь. Я считаю, что у меня должна быть не только там коммерческая миссия, не только там обязательная программа какая-то, но еще вот что-то, что я должна привносить в коноскорты. И одно из этих вещей, я думаю, что я должна поддерживать какие-то правильные начинания. А вообще, какие свои жизненные принципы, жизненные позиции ты применяешь в своей работе? Ой, слушай, ну вот мы с тобой за кадром говорили, да? Я немножко подготовила, что я про себя довольно редко думаю в таком структурированном, знаешь, формате. То есть моя работа нацелена на то, обычно, чтобы я находила структуру, какие-то закономерности в других. То есть я очень системно так структурную мыслью в плане освещения, в плане выстраивания такого освещения других людей, мероприятий, вот как мне собрать сайт, как мне собрать события. Вот такие обычные у меня мысли. Допустим, за неделю мы создаем контент-план, как мне всего хватить. Вот такие вот структуры, схемы у меня есть, но только не по отношению к себе. То есть по отношению к себе я очень редко даже практически никогда так не думаю, и мне сложно себя оценивать со стороны. Но если вот сейчас прямо вот начать думать с листа, да, я вот чисто думаю, то, во-первых, мне хочется всегда нести такую, знаешь, образовательную повестку в Конно Смитов. Мне хочется, чтобы это было не только ресурс про конный спорт, кто где выиграл, это тоже очень важно. Не только развлекательный, но еще какой-то образовательный контент очень важный. И я даже сейчас начала периодически читать лекции по медиакоммуникации, мне хочется. Я все долго, кстати, думала, что я еще, что я там знаю, там, знаешь, да я даже не профессионал, потом подумала, в принципе, во-первых, у нас и профессионалов в Конно СМИ не так много, во-вторых, я подготовилась, там, стала чуть более профессиональнее в этом, приготовила лекции. У тебя опыт большой. Да, опыт. Ты и закончила юрфак МГУ, но тем не менее, да. И начала вот этой деятельностью тоже заниматься, вести лекции по медиакоммуникации для спортсменов. То есть я им рассказываю, как мы работаем, чтобы им было понятно, как с нами лучше коммуницировать, взаимодействовать, для чего мы это делаем. То есть так же тоже объясняю им, чтобы наша коммуникация была и работа построена получше. Плюс мы делали несколько мероприятий наоборот, для иконок-журналистов, то есть для студентов, иконок-журналистов, кстати говоря, с тобой тоже вместе. Некоторые были из них. И мы объясняем, как работать с другой стороны камеры, как лучше работать со спортсменами, как лучше освещать, брать интервью. То есть вот такая деятельность еще. По принципу, ну что еще? Ну, принцип объективности всегда есть. То есть я всегда, с кем бы я ни работала, с каким бы ни работала ресурсом, всегда есть одинаковое эфирное время, так сказать, для разных сторон. Если мы раз выбираем какую-то ситуацию, то я всегда даю одинаковую возможность высказаться всем сторонам. Доброта всегда важна, потому что я всегда, если мы работаем, я всегда какое-то, считаю, мы добро должны нести. Это никогда не отрицательные эмоции, как бы мы к кому ни относились. Я думаю, что в итоге мы все для чего это делаем? Для того, чтобы мир стал немножко лучше. Вот с этой позиции всегда его надо держать в голове. Мы освещаем иконный спорт, потому что он приносит радость людям, потому что это такой добрый, прекрасный, замечательный спорт, и мы должны делать так, чтобы им еще приятнее было подниматься. Мне это очень близко, твоя позиция. А как ты вообще относишься к критике? Все равно, так или иначе, когда ты выходишь в медийное пространство, ты сталкиваешься с критикой? Да. Слово, мне тяжело. Переживаешь? Я на этапе Эквиньюз, когда сам в самом начале, я прям очень переживала. Бывало так, что я не помню, я плакала или нет, но я, конечно, очень переживала из-за критики очень близко к сердцу. Я, да, бывало так, что я даже там вставала с дома, прям не могла там никуда выйти, прям переживала сильно. Все очень близко к сердцу принимала. Чем дальше, тем ты к этому уже все больше привыкаешь. И ты из конструктивной критики ты стараешься делать выводы, не конструктивную, ты стараешься, все-таки я с собой прям работаю, разговариваю, стараюсь это пропускать, говорить, что люди бывают разные, это они не про тебя говорят, они про себя говорят, если они злобу какую-то, да, несут. Это обычно вся история не про тебя, а про них самих. Это к тебе не имеет отношения. То есть ты немножко все-таки обкаталась и стала чуть-чуть выборочно воспринимать это все? Это очень важно, я думаю, потому что когда ты занимаешься склонным СМИ, у тебя очень много информации ты из соцсетей и ты очень-очень много разных мнений, разных людей, они про тебя говорят и говорят противоположные вещи, и говорят противоположные вещи даже друг про друга, тебе очень сложно в этом во всем находиться постоянно, у нас нет вообще выходных от этого, поэтому нужно уметь абстрагироваться, во-первых, во-вторых, абстрагироваться от той информации, которая на тебя прям направлена. Очень важно, иначе ты много лет в этом не проработаешь, ты должен, да, на кровати, в общем, очень. Я знаю также, что ты достаточно восприимчива к своим ошибкам, ты такой перфекционист в работе, тоже переживаешь какие-то свои ошибки. Даже если никто не заметил, Саша будет переживать. Сколько дней? По поводу вчерашнего я до сих пор переживаю. Не надо говорить, о чем именно речь, да? Сама попереживаем и даже не заметила. До сих пор, да. Я точно знаю, где я там ошиблась в эфире. Если другим, я говорю, что да ладно, никто не заметил, что-то всех утешило. Но внутри себя я все равно несколько дней переживаю по поводу того, если я там не доработала или плохо поработала на выходных. Все, у меня там еще неделя не задалась. Ну, короче, это проходит, я думаю. Это все опыт, на самом деле, да. Всегда лучше быть медийным человеком. Это выгоднее, чем стесняться и никогда не выйти в медийное пространство, мне кажется. Во-первых. Во-вторых, всегда лучше переживать, чем нет. Я думаю, что эти переживания – это тоже часть успеха проекта. Из-за этого он тоже успешный, из-за того, что мы переживаем за то, что мы делаем и исправляем какие-то свои ошибки. А тут у меня вопрос про твою профдеформацию. Как повлияла твоя работа на твое восприятие конного мира и каких-то моментов? А это тоже, это был для меня такой сложный тоже момент. Мы же там несколько кризисов, да, проходим по ходу работы. Сначала приходим все такие влюбленные, ну, как я, да, про себя. Я сначала пришла все-таки влюбленная в конный спорт. Я влюблена была по уши в конный спорт. Это единственное было то, что дает мне радость вообще жизни и наполняет мою жизнь смыслом, вообще. Только он был. И Эквиньюз я прям вообще на крыльях летала. Я обожала вообще конный спорт. Я могла сутками просто смотреть его. Ну, всегда я была в нем. То есть я смотрела либо видео какие-то там с международных турниров, либо там в российском конный спорте. Я все время потом была 24 на 7. Если это становится своей профессией, ты рано или поздно все равно начинаешь от этого уставать. Сейчас со мной начали бы спорить, наверное, всадники, которые говорят, что да мы, нет, не уставим совершенно. У них другое, другая работа. Они, во-первых, работают с животными. Во-вторых, я уже сказала, они живут своей жизнью. Это совсем разные вещи. Если ты в конный спорте 24 на 7, но ты чужой жизнью живешь, это совершенно разные вещи, чем если ты своими только успехами и своей карьерой живешь. Это по-другому воспринимается. И поэтому ты через какое-то время все равно, если ты конный журналист, начинаешь подуставать от этого. И тут ты начинаешь задавать свои вопросы. Может, я недостаточно люблю конный спорт. А почему так? Что изменилось? Где я пошла? Что-то сделала не так? Почему вдруг моя любимая там работа, и я от нее начала уставать? Это вообще жизнь моя была. Я была очень улюблена в фоне спорта. Вот. И ты начинаешь разбираться более глубоко, значит, вникать. Вот эти все выводы, которые я сделала, они были сделаны во время одного из кризисов. Ну, там, разных кризисов. Да, ты начинаешь себе объяснять, что, почему. И в какой-то момент, в общем, ты начинаешь относиться к этому, ко всему уже с рабочей точки зрения. То есть, если раньше каждое событие, каждую проблему, я прямо была в ней. То есть, я спорила так же горячо, там, как спикеры. Я там прям вовлекалась. А теперь ты немножко смотришь со стороны на конный спорт. Вот это изменилось. То есть, ты не в нем, внутри совсем, а иногда, и уже там 50 процентов времени, наверное, ты смотришь на него изнутри, со стороны, и оцениваешься на рабочих с точки зрения. Ты уже смотришь на него как на структуру. Это мне надо осветить, это надо взять, договориться. Ты смотришь на события не внутри него находясь, а с той точки зрения, как ты его освещаешь. Вот. И ты понимаешь, как это все происходит. Так, здесь, значит, мне надо передвинуться туда, взять интервью у того, а тут лучше вот так осветить, потому что тебе надо передать, как оно потом будет для зрителей. И вот это и есть про информацию. Ты больше не переживаешь события сам, а думаешь, как тебе их надо осветить людям, чтобы они его пережили так, как ты это понимаешь. Может, это и называют профессионализмом? А, может, про информацию. Потому что я столько счастья уже нет от того, что... У тебя потерялась вот эта острота, чувство, да, конному делу, как ты вот с чем пришла, и получился какой-то более профессиональный взгляд на все, да? У меня не прошла любовь к конному спорту, но изменились... Острота чувства. Любовь изменилась, знаешь, как она в отношениях, наверное, меняется. Да? Это, мне кажется, вполне логично. И при этом, как я, наверное, неправильно сказала, я не стала менее счастлива от того, что я занимаюсь конным спортом. Просто наши отношения с конным спортом... Вы пришли на новый уровень, в целом это так. А ты вообще сама ездишь верхом? Да, я езжу. У меня был перерыв не так давно, и он затянулся немного, на много месяцев, потому что у меня пала лошадь, и потом сразу же это была моя лошадь. И сразу же потом пала еще одна лошадь, с которой я работала. А у некоторых спортсменов такого вообще за жизнь не происходит. А у меня сразу два года подряд. И это прям тяжело мне было. Я вообще все переживаю близко к сердцу, вообще все, что связано с конным спортом. А тут, ну, я прям... Тебя это выбило? Да, как будто кто-то близкий умер. Вот примерно так это... Ну, для нас лошади есть близкие. Не люди, но близкие. Ну, для меня это вот знак равенства был. Ну да, да. Я прям очень переживала. И после этого как-то это все естественно получилось. В общем, я взял и сделал этот перерыв. Я ушла в работу прям совсем. Это было на этапе становления Force Expert как раз, и сделал большой перерыв. Но сейчас я, в общем, решила, что все, надо возвращаться. Готова к этому. И думаю, я продолжу. Я буду прыгать как-то, пока вообще у меня будет возможность. Здоровье позволят. Я думаю, прям до конца. Я хотела бы вернуться опять на тот уровень, где я прыгала как минимум. Какой? Я прыгала, успела, да, 145 где-то, там, гран-при, две звезды. Не, хотя бы на такое я хотела бы вернуться. У меня там есть определенные, там, спортивные еще амбиции и цели, которые хотела бы закончить. Ну и дальше вот как... Как получится. Да, как пойдет, вот, как мне позволит жизнь, судьба. Вот так все продолжим. А вообще у тебя какая была детская мечта и была ли она связана вообще с лошадьми? Я, знаешь, на самом деле, когда в детстве занималась куноспортом, у меня вот мечта была только прыгать. Мне не ставило вот это вот все рассказывают, да, про олимпиаду, там, я хотела бы выиграть, вот это. Я только была счастлива, когда я прыгала вообще. И мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. А оно взяло и... Ну подожди, это только этапы, только период. Опять, я думаю, что это все не зря, представляешь? Если бы я продолжила прыгать, я бы никогда ничем другим не занималась, если бы у меня не было этого перерыва. Все во благо. Как говорится, пусть твои желания сбываются для тебя наилучшим образом. У меня никакой конной журналистики бы не было, если бы я не перестала прыгать. Я только была счастлива вообще верхом. Ну и так и будет, я думаю. Классно. Тоже пронизано все любовью к лошадям. А вообще какая у тебя мечта на сегодняшний момент? Может быть, для кого ты хотела бы взять интервью или осветить какое-то конное событие? По мечтам таким в конной журналистике мне более... Они такие, знаешь, глобальные. То есть мне не с кем-то интервью взять, а мне хочется, чтобы ресурс... У меня определённые есть цели по его... Как он должен развиться, по популярности, по цифрам, по аудитории. Вот я прямо вижу этот уровень, на который мы должны выйти, и я к нему иду. И это не мечта даже, а цель определённая. Я знаю, что мы туда выйдем. И всё время мне хочется, чтобы поскорее. Знаешь, эти первые тысячи аудитории новые, которые ты набираешь, они самые мучительные. Я вот правда, я сейчас ночами... Ну тебе же не впервой. Да, но это всё равно, как первый раз. Вот я сейчас могу сказать тебе, что перед этим интервью у меня была очередная пессонница ночью. Я настолько это переживаю, понимаешь? Это даже смешно мне самой, правда. Такой чек с таким большим опытом. Да, и каждый раз это всё одно и то же. Вот эти первые тысячи аудитории, вот это первое-первых зарождающие ресурсы, всё переживать. Слушай, ну мне очень ценно, что ты доверила это интервью мне. Я знаю, что у тебя было только одно интервью для этого, именно на камеру, это было для про коней. И вот, спасибо тебе большое, что ты выбрала меня для этого. Спасибо, что ты есть. Спасибо, я стараюсь тоже развивать конную журналистику, быть сама конным журналистом. Я тоже это очень люблю, хоть моя профессия связана с журналистикой, не образованием, а именно профессией, где я уже работаю. Я хочу это применить именно в конной неделе, мне это очень близко и нравится. У тебя помимо Эквимедиа есть ещё один проект, расскажи, пожалуйста, о нём. Называется он Вам Хорсес. Да, Вам Хорсес вообще, моя любовь. Мы этот проект придумали и делаем вместе с Вадимом Чарвани и Михаилом Атаяном. Он работает уже три года и он задумывался и продолжает работать как проект, который продаёт конкурных лошадей топ уровня. Плюс мы задумали его изначально и придерживаемся этого, что мы выбираем и готовим лошадей только тех и продаём, которые нравятся нам самим, которых мы выбрали бы для себя. И мы поддерживаем такую прям марку качества. Мы, я думаю, могли бы продавать больше лошадей и гораздо больше всяких там у нас было бы таких бизнес-движений, если бы мы эту планку, например, снизили бы немного, приняли решение её снизить. Но мы её держим и продаём всего там не так много лошадей в год именно для того, чтобы поддерживать этот уровень. И мы считаем, что мы с помощью этой компании не только зарабатываем деньги, но и также развиваем конный спорт в том числе. Потому что мы объединяем хороших лошадей с хорошими всадниками, дальше следим за их выступлениями и у нас обязательно есть ещё такая услуга и часть нашей деятельности, что мы осуществляем, так сказать, постпродажное обслуживание. То есть мы следим за парой, как она съезжается вместе, срабатывается. Если нужна помощь, мы продолжаем ей помогать, пока у них всё не получится. Это такая очень большая часть. Обмен возврат возможен? Нет, но чаще всего в этом нет необходимости. А вы привозите лошадей под запрос или вы сначала привозите, потом продаёте? Мы делаем уже и так, и так. Если, кстати говоря, не привозите под запрос, вот в этом случае, возможно, дальнейшая помощь с продажей, если вдруг лошадь не подошла, но могу сказать, что так ещё ни разу не было. Здорово. Желаю успехов вашему проекту. Спасибо, спасибо. Саша, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня ответила на столько интересующих нас вопросов. Мы это очень ценим. Мы в лице меня и моей аудитории. Это был Хорс Обзор с Александрой Маслаковой. Юль, спасибо большое, что вы есть. Ребята, смотрите обязательно Хорс Обзор. Очень интересный проект. Надеюсь, что вы будете продолжать. Ну и спасибо большое за то, что выслушали все ответы. Мне было приятно всё рассказать сегодня. Приезжайте ещё. Мне с тобой всегда очень приятно работать. А всё, что мы упоминали, я напишу в описании. Все ссылочки приложу обязательно. Ну и подписывайтесь на Эквин Медиа. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.